Дорогие друзья, выки моего канала. Я приветствую вас на пляже Раваи. Вот на таком автобусе. Цена проезда в нем 100 бат. Ну и сразу начнем с инфраструктуры. Стоимость массажа здесь 300, 400, 500, 600 бат. Сейчас покажу вам сам пляж. Замеряем и воздуха. Это самый более отдаленный пляж считается. Считается это, друзья, чистой голубой водой и рыбным рынком. Мы поставили лайк. Прошли в страну Рав Тян-Гринго. Здесь школа тайского бокса. Ее я вам тоже покажу. Обязательно поставьте мне лайк. Подпишитесь на мой канал Татьяна Деревенька. Поехали. Сразу же обстановочку на этом пляже. Посетим с вами обязательно рыбный рынок. Нам тут обещают голубую водичку. Шикарный пляж и вкусный рыбный рынок. Ну и мы давайте с вами подробно сейчас все это будем изучать. Очень зеленый райончик. Сегодня немножко ветрено. Здесь есть аренда мотобайков. Попробовать тайский чай. Тайки улун. Стоимость его 45 бат. Здесь же можно купить пробки. Сегодня немного ветрено. Двигаясь в сторону пляжа. Ну и покажу, как это делается. Самой даже интересно. Такой чайничек они заваривают. Попробуем, что за чай. Очень интересно. Первый раз вижу в Таиланде, как заваривают чай. У них два вида чая. Это улун и еще какой-то местный чай. Мы возьмем с вами улун. В чем-то две чашечки. Интересно, все это так выглядит. Также здесь можно ить кофе, экспрессо, американо. Интересная кофеиня небольшая. Ну и виды кофе вот такие. Смотрите, тайские. Можно расплатиться, я так понимаю, по QR-коду. Наливают воду. Горячую. Закрываю. И вот так это все выглядит. Подогрел чашечки. Снова заливаем. Вторую заварочку. Чайничек. Ну и дегустируем чай. Не надо было сдачи. Чай это зеленый. Ну вот смотрите, еще вот с тобой. Давай ты кружечка. Это зеленый чай. Говорят, что он очень бодрит. Вкусный. Приятный на вкус. Освежает. Пахнет хорошо. Стоит 45 батов. Ну я думаю, это приятно освежит и взбодрит меня после вчера с пилой эфира. Но мы сейчас с вами еще посмотрим, сколько здесь стоят фруктики. Купить разнообразные сувенирчики. Допустим, вот такие стоят 35. Если 3 покупаете, 3 по 100 уже будет стоить. Смотрится, конечно, очень красиво. Это очень интересно. Ракушки вот эти нельзя, конечно, вывозить. Так думаю. Но вот это вот... С чего это сделано, я пока не поняла. Здесь такие разные вазы. Смотрите, как красиво все сделано, оформлено. Рыбки сушеные, вот эти надутые. Как интересно выглядит. Ставь лайк. Подпишись на канал. Такие она деревенька. Очень красиво. Такая вот по 100 бат. Ну и вот сколько стоит у нее старые. 450, 350. Но выбор, конечно, здесь вообще большой. Так, а здесь... О, смотрите, как классно. 350 слоники. Интересно, из кокосиков сделаны. Это массажеры для тела. Вот такую я покупала. 200 бат. Сумочки вот на себя. Кошелечки стоят. Ну и вот разные ракушки можно купить. Насчет вывоза не знаю. Ну и челюсти акулы даже есть. Вот такие рыбки стоят 450 батов. Я думаю, нормальная цена. Магнитики 50 бат. Таиланд, Хукет. 50, 100. Тут разные любители украшений. И вам сюда, конечно. Очень много. Всяких разных. Вот такие 99. Стоят. Разные. Например, такой лакрот, Хукет. 250 батов. Слоники. Котики. Обезьянки. Картины. Эти картины я хочу купить. Но пока цены я не вижу. Здесь сколько это стоит? Мне непонятно. Браслеты разные. Вот такие красивые, смеки-браслеты. Чего-то-то сделано. Наверное, просто из пластмассы, скорее всего. Ну, как сувенир. Неплохо смотрится. Опа. На дверь, я так понимаю, можно повесить. Такую штучку. Здесь по 50 бат. Браслеты. Нахожусь на рынке на пляже Равай. Хочу прям подробно вам сегодня все показать. По 100 батов. Вот такие красивые. Как классно смотрится. Кириас нам. Чашечки Таиланд. Из кокоса. 10 бат. Вот такие магнитики стоят. Чанги. Тройные. 220 на подарок. Зеркало. Слоны. Такое интересное все. Вот такие уже маленькие блокнотики. 130. Такая большая под пиво. Набор Таиланд. Телефант. Стоит 300 батов. Такие кошелечки. Такое отличное. Сколько они стоят, интересно знать. Вот они упакованные. Классно. Вот эти сумочки прям. Извинительно. Вот наборчиками 160. Есть бусы разные. По 350 батов. Цены есть. Мне прям это очень понравилось. Видите, как высота. 650 батов. Ох ты. На стену такое повесить. Вообще идеально. 150. 99. Вот такие сумочки. 450 бат. Бусы разнообразные. Подарочные вот такие лодочки. Смотрите, как красиво смотрится. Очень даже. Это с запахом цветов, я так поняла. По 100 батов. Слоники 200 бат. Аромосвечи по 100 бат. Продаются у них здесь. Вот, кстати, смотри, как красиво. Тоже. Морская девушка. 280 бат. Здесь разные тарелочки из кокоса. По 150. Ну, красиво смотрится, конечно. Ну, и вот такие есть. Будда 450. 550, 550. Богини. Маленькие вот такие вот по 100 батов. Как интересно. Вот это вообще 1500. Это барабан или что это такое? Как, картина классная. Интересная. Очень. Мыло 1,70 стоит. Но это дороговато, если честно. Здесь слоники, львы. Цены на картины не вижу. По ракушкам не знаю, не подскажу вам. Вот такие интересные кошелечки. С написью Таиланд. 150 батов. Неплохо смотрится, кстати. Ну, и выбор здесь, конечно, поражает. Слишком красиво. Ух ты, как интересно. Вообще прикольно смотрится. Очень интересно. Ну, и слоники вот такие можно купить. 250 батов. Вот такая большая раковина. 280 стоит. Как слоночка. Большие слоны. Картины слоны. Маски. Ну, выбор такой прям большой. Ну, а мы с вами делимся дальше. Здесь, похоже, наподобие жемчуга что-то продают. Написано сейл. А что сейл, так и непонятно. А, вот. Здесь же Пхукет славится своим жемчугом. Сколько стоит? Вообще-то жемчуг это или нет? Ну, похоже на жемчуг. 3000-2000-1000 бат. Жемчуг стоит. Настоящий или нет, я не знаю, честно. Ну, вот такие украшения. Аутентичные здесь тоже можно приобрести. Такие сумочки красивые. Очень красивые. Рай для шопоголиков. Одним словом. Очень красивые сумочки. Так выглядит. Прям очень классно выглядит. Так, ну и сколько здесь стоит? Ну, например, 220 дурианчик можно прикупить. Ну, и уже попадаем, похоже, на рыбный рынок. С вами. Ныки югганские. Только стоит 2000-300-450 килограмм. Понятно по цене. Раковины. Раковины. Рыба. Раковины. Рыба. Сейчас и дальше. И вот по таким украшениям можно здесь гулять. Что-то прикупить. Инфраструктура развита. Даже очень развита, я бы сказала. креветочки группер я поняла лобстеры на этом и чуть-чуть с вами тоже лобстер сливка огромный красный мантисы и здесь готова уже все почищенное так, что-нибудь групперы вот эти вот по 300 групперы Огромные креветочки из табак. Здесь можно приготовить, как понимаю. Меченосцы огромные, вообще огромные, но я пробовала, мне вообще не понравилось. Честно, а сколько меченосцев? Цен нет. Ладно, сейчас на примере спросим. Кальмарчики, рыбка. Помните, да, каракатица? Небольшие лобстеры, побольше. Креветочки, раковины разные. Здесь вижу, что местные. Здесь такая шумляка. Привет, я рыба. Мы, наверное, с вами рыбку возьмем. Цен нет. И там гигантские. Просто огромные. Это у нас рыбашки. Есть устрицы. Есть улитки. Угу. Так, ладно. Цен нет. Как себе история. Ну, смотрите. В принципе, они не поколожили дёночка идёт. Рыбка. Еще огромные. Рынок неплохой. Вот он, гребешок. Раковины, гребешок, креветочки, рыбка. Цен нигде нет. Конечно, это прям отличительная черта рынка на Пхукете. Это красная рыба. Красная рыба. Сколько стоят гребешки? Интересно. Нет. Все бесценные. Конечно, как Тудар и море, это все бесценные. Потому что... 750, да. Пифи? Окей. Хорошо, надо спрашивать, да? А вот это что такое? А вот это что такое? Вот это что? Молюски. Молюски? Как это выглядит? А как их нигде? Как их нигде? Купил. А сколько? 100 бат. А? 100 бат? Окей. До скольки вы работаете? Рынок до скольки? Время. До скольки рынок? Время. Время. Клок, клок. До скольки вы работаете? Один, окей. Луки. Луки. Молюски. Поняла. А гребешки сколько стоят у вас? Семиноги. 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 Окей. Нет. Молюски. Это молюски. А гребешки сколько? Гребешки, маленькие, побольше. Сколько? 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 Вам много. 50 килограмм. А вот такие большие? Они еще не было. До скольки работаете? Бабекю. Окей, бабекю щенок. Тогда рынок закрывается. Кукинг. До скольки рынок у вас? У график работы? Работаете до скольки? Не понятно? Рыбиски, да. Ребята, все интересное нашла. Здесь же можно все приготовить. рынок работает до 9 вечера вот сифот вот написано 75 бат пол килограмма 100 бат за килограмм кукинг сервис то есть готовка обязательно с вами попробуем строим сегодня рыбный день вот стандартно все чистенько аккуратненько кукинг лично папа где у них пляж ну и вот такой принципе родные рынок смотрится конечно идеальная считаю 3 7 5 фут не знаю что здесь 6 здесь чистят рыбку уже он варки нового санта ван калзар ван курина сисарова церковь не креточка 150 и 100 бат уже продает здесь здесь смотрите опять си-фуд непонятно что за си-фуд если прям вылазит здесь кулок хранят свои рыбаки наверно вот мы кстати с вами прям устроим городный день ребят поедим рыбы в воле так скажем еще какие-то креветки смотри как они на вас будут смотреть такие я вообще ни разу не пробовала вот они уже огромные а вот это что такое как ням-ням что делать это что я поняла 300 бат что это такое нейн кальмар ну и вышла на пляжик можно здесь прокатиться на соседний пляж пляж нет похоже не купабельный но мы сейчас конечно это все проверим здесь в основном рыбачки находятся и что-то я съест скоро а то сколько 100 килограмм тысяча там гигантских украп это вообще загоркатится вот эти вот еще и острый есть вот такой гигантский краб острый уже в крови рыбка опять рыбка вот гигантских размеров очень красиво смотрится просим сколько стоит у них у лоб в гарантии ну и вот такие они продают пол килограмма 800 бат отлично села на рынке купила гребешки и пила моллюсков вышло мне все 250 бат ну и заготовку отдам сейчас 175 бат два блюда ну и показываю вам как это все выглядит и моллюски гребешки ну и регистрируем моллюсков вот такие такие похожи на пальчики они остренькие эти мне понравились вот так они выглядят вот так они выглядят мы пробуем гребешков с сыром так это все выглядит ну и немножко вам рынка колорита и позвольте на этом мне попрощаться не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал я на деревенька пока пока